И безопасная техника для вашего дома. А Реса – профессиональный подход. Партнер показа – Рестобар «Белый Лис». Город Могилев, улица Первомайская, 31А. Друзья, всем привет! Это новый выпуск проекта «Готовь как шеф». Меня зовут Евгений Жавронков. И сегодня я продолжу делиться с вами вкусными, понятными и простыми рецептами. Сегодня мы приготовим две закуски – холодную и горячую. Эти закуски можно встретить в нашем меню. Но перед началом я хочу поблагодарить наших партнеров – генерального партнера компанию «Ареса» и гастробар «Белый Лис» за предоставление локаций и всегда свежие продукты. Итак, тема закусок – очень интересная тема. Они бывают холодные, бывают горячие. И сегодня мы приготовим теплую закуску. Это будет чебата. Что может быть вкуснее – хрустящая итальянская чебата с моцареллами и томатами. Наверное, только стейк, медиум прожарки из мраморной говядины. Ну, а далее мы приготовим салат с тунцом, но о нем поговорим позже. Давайте начнем с чебаты. Этот рецепт готовится буквально 10 минут. Возьмите чебату. Чебату на сегодняшний день можно легко приобрести в любом магазине. Нарежьте вот так вот ее пополам и разрежьте ее вдоль. Теперь нам необходимо приготовить чесночное масло. Поможет нам в этой задаче вот такой вот маленький чоппер от нашего генерального партнера. Возьмите чеснок, петрушку, петрушку и растительное масло, либо оливковое, какое есть в наличии. Так. Все ингредиенты необходимо забросить в чашу. Возьмем 3 зубчика. От петрушки берем только листочки. Вот так отрываем их. Петрушка с чесноком очень хорошее сочетание, свежее, пряное. И добавляем растительное масло. Достаточно. Закрываем и перебиваем. Чесночное масло готово. Теперь нам необходимо подготовить стомат. Его нарезаем кубиками. Он тогда эффект не смотрится в блюде. Вот так прям, как на греческий. И выкладываем поверх чебаты. Следующий ингредиент – это моцарелла. Моцареллу также можете натереть на терке, можете нарезать мелким кубиком. Как вам удобно. Я это всегда нарезаю, уже привычка. Но на терке будет гораздо быстрее. В такие блюда не жалейте сыра. Потому что именно он придает весь блеск этому блюду. Дальше. Чебату поливаем чесночным маслом. Обильно прям. На то у нее и название. Чесночная чебата. Также очень важно не забыть посолить моцареллу. Ну, мы это сделаем в конце, когда она будет готова. А сейчас мы ее отправим в духовую печь запекаться. На процесс запекания у нас идет приблизительно 7-10 минут. Пока запекается чебата, у нас есть 10 минут. За это время можно приготовить вкусный салат. В нашем случае это будет салат с тунцом. Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты. Тунец, отварное яйцо, томаты черри, салат, листья салата у меня айсберг, красный лук и картофельные шарики. Картофельные шарики у меня уже обжаренные. Картофельные шарики готовятся очень легко. Отварите картофель, скиньте его на сито, чтобы с него вышло как можно больше влаги. Затем разомните, протрите через сито. По желанию, опять же, можете не заморачиваться, можете просто сделать толченый картофель. Накатайте шарики, обваляйте их в муке, запеките в духовке, либо пожарьте во фритюре, либо в сковороде с большим количеством маслом. И все, картофельные шарики готовы. Это все ингредиенты, я их перечислил. Также для тунца мы будем использовать кунжутное масло. И как заправка у нас будет орехово-кунжутный соус. Давайте перейдем к приготовлению. Тунец необходимо первым делом замариновать. Поэтому берем перец, добавляем щедрую щепотку перца, соль, немного соли. Вот так вот обваливаем его со всех сторон. Перец придаст более яркий и выраженный аромат тунцу. И все это смазываем кунжутным маслом. И все, и откладываем его в сторону. Пока тунец маринуется и разогревается наш помощник, в предыдущей серии вы уже могли видеть его в работе. Это многофункциональное устройство для выпечки с тремя насадками. Сегодня мы будем использовать насадку-гриль. Поэтому давайте его подключим и поставим на разогрев. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Пока все это нагревается, начнем собирать понемногу салат. Значит, салат «Айсберг». Я предпочитаю нарезку соломкой. Его тогда не то, что кажется больше в тарелке, но его удобнее нанизывать на вилку. Вот делаем такую стружку. Вот видите, как она красиво смотрится. И выкладываем в центр тарелки. Затем томаты черри. Нарезаем на небольшие дольки. Принцип сборки этого салата похож чем-то на сборку рамена. Здесь также все ингредиенты выкладываются отдельно. И гость уже по желанию их смешивает. Затем красный лук. Красный лук можно использовать как свежий, так и маринованный. Маринад для лука придумайте себе сами. Главное, чтобы там присутствовали сахар, соль, уксус. Затем добавляйте любые пряности, травы, специи, что вам угодно. Нарезаем перышки. Вот такие вот аккуратные перышки. Рассоединяем их и также выкладываем в тарелку. Затем, как я и говорил, картофельные шарики уже готовы. Их выкладываем тоже произвольно. Добавляем отварное яйцо. Посмотрите, насколько интересно сбалансирован салат. Здесь присутствуют все белки, овощи, полезные жирные кислоты. Гриль нагрелся. Даже очень хорошо нагрелся, я бы сказал. Поэтому начинаем обжаривать тунец. При жарке тунца тоже очень важно учитывать, что мы его не зажариваем до состояния подошвы. Мы его обжигаем с двух сторон. В данном случае с четырех. Мы его запечатаем полностью. Но ни в коем случае не выжариваем. Тунец готов. Можно смело его снимать. Смотрите, какая красивая корочка, какой рисунок. Теперь нарезаем. Видите, внутри он розовый. Значит, мы приготовили его правильно. Теперь при помощи ножа перенесем тунец на тарелку. Немножко можно поправить. И всему этому прекрасному салату завершающий штрих дает кунжутно-ореховый соус. Как видите, друзья, все очень просто и быстро. Буквально за 10 минут мы приготовили вкусный и полезный салат. Чабата уже готова, а это значит, пора подавать ее к столу. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Друзья, чабата готова. Посмотрите, насколько она аппетитно выглядит. Сейчас мы ее разрежем. И я постараюсь вам показать и передать всю ту тягучий сыр из экрана прямо к вам домой. Обычно мы такую чабату нарезаем на 4 или 8 порций и подаем ее гостям. Это очень вкусная закуска, которая пользуется популярностью в нашем заведении. Очень хорошо подходит к домашнему борщу. На сегодня у меня все. Готовьте эти рецепты дома, готовьте вкусно. Не забывайте, что вкусно кушать – это быть счастливым. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. До скорых встреч в «Белом Лисе». Напоминаю, с 12 до 4 у нас приятная скидка в 40% на основное меню. Приятного аппетита! Ареса – надежная и безопасная техника для вашего дома. Ареса – профессиональный подход. Редактор субтитров А.Семкин